Сейчас мы с вами будем делать экшн-линии. Это линии, которые показывают траекторию объекта, следуя за ним, либо показывая будущую траекторию объекта. Их часто применяют в комиксах, но также их можно применять и в стилизованном видео, которое мы с вами будем делать. Для этого нам понадобится тот аддон, который мы уже с вами активировали. То есть это экстра объекты в пункте меню кривые, Curve. То есть это были у нас Shift-A, Curve, и нам тут нужно Spirals. Спираль это у нас нечто вот такое, но пока она не совсем похожа на спираль. Что нам нужно сделать, чтобы она была более похожа на спираль? Открываем пункт меню слева, нажимаем T. Здесь есть небольшие настройки внизу для этой спирали. Нам они все не нужны будут, но нужны будут несколько всего лишь навсего. Это Radius Growth, Radius и Height. Radius Growth это радиус, как бы его полаконичнее описать, это радиус, который... Радиус, что ли, расхождения. То есть это радиус внутреннего и внешнего, как бы вот так, расхождения, скажем. Но он нам не совсем нужен будет, но иногда понадобится. Следующий это радиус непосредственно самой окружности. Мы его оставляем на единицу, потому что мы всегда можем изменить радиус скалированием. Но и нам нужен будет в большей степени Height. Сейчас покажу, что это такое. Если мы увеличиваем Height, то у нас линия расходится и действительно становится похожей на спираль. Давайте выберем какое-то значение 0,5, наверное. Да, меня абсолютно устраивает. Но у нас появилась линия, которая сейчас не отображается на рендере. Что нам нужно сделать? Нам нужно придать ей форму. Давайте мы ее сразу назовем. N. Придаем форму. Для этого мы создаем еще один объект. Shift-A Mesh Circle Теперь этот круг у нас будет следовать за линией, формируя объект, формируя линию. Как этого добиться? Давайте мы его тоже назовем. Как-то. Это у нас будет... Я рекомендую вам давать понятные имена вашим объектам, так как в дальнейшем вам придется по именам иногда их использовать. Я вот иногда не пренебрегаю длинными названиями, но зато я всегда знаю, для чего нужен тот или иной объект. Чтобы потом не возникала путаница. Сейчас простая сцена, но когда они сложные, путаница возникает. Давайте продолжим. Сейчас нам нужно этот объект преобразовать в кривую. Он сейчас у нас как Mesh. И, соответственно, он не может формировать. Нам нужно преобразовать как в кривую. Что нужно сделать? Мы жмем Alt-C И здесь Curve from Mesh Text. Жмем. Теперь он стал кривой. У него появился пункт меню, который характерен только для кривых. Выбираем нашу спираль. И переходим в пункт меню, характерный для кривых, как я уже сказал. И здесь, в пункте меню Geometry, мы выбираем Bevel Object. И здесь выбираем непосредственно сам круг. Смотрим, что у нас получилось. Получилось нечто страшное. Так, давайте его уменьшим. Уменьшили. Давайте перейдем опять в пункт меню. Control. Scale. Вот такая вот у нас получается линия. Еще чуть-чуть, чтобы получилась тоненькая линия. Есть, тоненькая линия получилась. Давайте этот объект переместим куда-то на другой слой, чтобы он нам не мешал. Мы всегда знали, что он где-то есть. Давайте перейдем в пункт меню. Вот здесь выберем Cycles Render. И для линии выберем материал. У нас это будет... Так, и здесь Use Note. Выбираем Emission опять же. И выбираем цвет, который нам более всего нравится. Так, это мы сделали. Давайте посмотрим, как выглядит. Ну, вот такая вот линия получается. Но экшен линия должна у нас быть динамической. Давайте сделаем еще один объект, чтобы эту динамику можно было понять, для чего она и как она выглядит. Shift-A. Cube. Этот куб у нас будет формировать некую книгу или коробку вашего продукта. Ну, что-то такое символическое, да, что... Чем вы занимаетесь. Продаете курсы, книгу, PDF-книгу или что-то в этом роде. Так, теперь давайте его наклоним. Чуть-чуть. И повернем. Вот такой вот у нас. Давайте тоже для него сделаем материал. Просто назовем Book Example. И здесь выберем тоже Emission. Ну, какой-то такой вот свет яркий, пускай будет у нас. Ну, вот такой пускай. Так, и вот линию мы тоже чуть-чуть повернем, чтобы скрыть вот эти вот стыки. Скрываем. И вот такая вот спираль у нас получилась. Теперь мы переходим для анимации в пункт меню для кривых только. Он называется у нас Object Data, да? Так, что нам здесь нужно сделать? Мы опять же идем в Geometry. И здесь есть очень интересных два показателя. Start и End. Мы будем манипулировать ими. Давайте поставим, перейдем в первый кадр и поставим ключи, то есть ключи в кадрах, в первом кадре на вот этот и на вот этот. Линия сейчас у нас будет видна. Для того, чтобы она стала не видна, мы End, смотрите, тянем к нулю и линия у нас периодически, ой, периодически, постепенно убирается. Давайте поставим ключ в нуле. Ноль. Ой, ставим, жмем I и ключ появляется. Теперь давайте переместимся в кадр десятый. И здесь увеличим End где-то до, пускай будет, четырех. И здесь поставим I. Переместимся в двадцатый кадр. И здесь увеличим где-то до полного значения. Ставим I. А здесь мы увеличим до четырех ста. И поставим I. Ну и перемещаемся сейчас в тридцатый кадр. Здесь увеличим линию. Увеличим значение Start до единицы. И тоже ставим и там, и там I. То есть мы сделали некие ключи. И смотрите, что у нас получается. Давайте ускорим. Альта. Вот такая вот линия. То есть для чего она применима в данном видео. Если у вас... Вот давайте я вам покажу. Давайте анимируем еще вот эту вот штуку. Давайте поставим ключ формы здесь. I. Rotation. Переместимся в двадцатый кадр. И мы его повернем вот так. I. Rotation. И переместимся в тридцатый кадр. Покрутим как-то вот опять примерно в то же положение. Сейчас мы не будем запариваться над тем, чтобы оно вернулось тоже. Но чтобы было примерно... Так, давайте посмотрим, как это выглядит. Единица. Альта. Видите, как книга у нас провернулась? Интересно. Давайте еще раз. Альта. И за ней была вот такая вот прикольная линия. Эту линию можно сдублировать. Shift-D. Сделаем ее чуть поменьше. И у нас будет уже две линии. Которые показывают направление движения. Нашего объекта. Прикольно. Давайте еще попробуем сделать один тип линии. Здесь же. Shift-S. Курсор to center. Shift-A. Давайте возьмем Mesh. Circle. Давайте его переместим на новый слой. M сюда. И перейдем на новый слой. Что мы здесь делаем? Давайте нажмем 7. Перейдем в режим отображения сверху. И перейдем в режим редактирования. Здесь мы нажимаем V. И открепляем вертекс от вертекса. И делаем то же самое здесь V. То есть мы как бы разделили на две половинки наш круг. Теперь давайте выделим верхнюю. Ставим мышку напротив одного из вертекса. И жмем L. И давайте переместим. Переместим так, чтобы было примерно так. Теперь смотрите. Выбираем один вертекс и второй. И жмем Alt-M. От Last. То есть к последнему нажимаем. И наши вертексы соединились. То есть вот этот присоединился к нижнему. Верхний присоединился к нижнему. Теперь давайте сформируем эту линию. Чуть-чуть. Сформируем мы ее вот так. Сделаем. Давайте вот здесь A возьмем вот так B. Чуть-чуть так поиграемся с одиночными. Если их здесь очень много, этих вертекса, их можно удалять. Мы можем нажать X и Dissolve Verticals. То есть это означает, что вертексы удалятся, но удалятся только с линии. Линия останется. То есть они не удалятся, как нечто целостное, так скажем. Ну вот смотрите. Если мы просто удалим вертекс, то у нас пустое место получается. А Dissolve, он просто удаляет вертекс на линии, но оставляет при этом линии. Так. Давайте нажмем дважды GG. И по линии подвигаем эти вертексы. Теперь опять A. И вот такая вот у нас получилась, в принципе, прикольная. Давайте тут нажмем O. Это пропорциональное редактирование. Вот здесь выбираем вот этот вариант Smooth и тянем, увеличим нажатием Page Up, Page Down, либо прокручивая колесико и делаем, формируем еще линию. Вот такое меня устраивает. И здесь тоже что-то вот такое. То есть мы формируем такую некую волну Tab. Ну, чуть-чуть кривовато. Вы можете попробовать еще сделать ее ровнее. Но меня пока устроят как пример для вас. Давайте нажмем опять Alt-C. Сформируем из нее кривую. Сформировали. Но опять же зададим здесь Circle for Action Line Form. Зададим форму. Давайте включим два слоя. Нажимаем Shift и включаем второй слой. То есть вот эта линия у нас такая большая. Давайте как-то переместимся, чтобы видеть, как это будет выглядеть. Давайте прокрутим ее по оси X на 90 и по оси Y на 90. Да. Переместим. Давайте чуть поменьше сделаем. Вот такая вот она будет, эта линия. И давайте сделаем ей тоже анимацию. Давайте в кадре нулевом все будет в нуле. Ай-ай. В десятом мы здесь делаем до пяти. В двадцатом мы делаем единицу. И в тридцатом давайте тоже тут 0,5. Ну, сделаем такое как бы поступающее движение. Поступательное, точнее. И в этом единицу опять. Ай-ай. Ну, давайте посмотрим, как это все выглядит. Слишком уж как-то так. Ну, вы поняли, в принципе. Можно здесь играться с анимацией. Но сам факт, что эта линия вот может быть такой. Ее можно формировать какую вам угодно. То есть можно сделать там какой-то загогулиной по центру. То есть в дальнейшем мы будем использовать такой принцип. Но мы будем делать разные линии, экшн-линии. То есть это только два варианта. Они у нас будут разные. Мы просто поняли принцип, как они делаются. Окей. На этом, я думаю, мы можем завершить этот урок. И встретиться с вами уже в следующем уроке. До встречи.